Накануне во всем мире отмечали 20-ю годовщину Международного дня семьи. Традиционно это особый день и в детской воспитательной колонии. Родные вне строгого графика свиданий могут пообщаться со своими сыновьями, братьями и внуками. В Международный день семьи за колючей проволокой наступает день открытых дверей. В этот день к некоторым подросткам близкие приезжают целыми семьями. Обычно перед тем, как состоится долгожданная встреча детей и родителей, взрослые хотят посмотреть, в каких условиях живут и учатся их не совсем послушные чадо. Несмотря на то, что в детской воспитательной колонии в комнатах созданы практически санаторные условия и есть возможность получить специальность, это исправительное учреждение. Возможность быть свободным человеком и находиться рядом с родными тебе людьми всегда перевешивает. Максим находится на исправлении семь месяцев, впереди три года. Он хорошо учится, участвует в мероприятиях и надеется на досрочное освобождение. Попав в исправительное учреждение, многие мальчишки сожалеют о содеянном, что раньше не ценили наставления и не слушали советов родных. В печали и радости мы произносим то робкая мама, то резкая мать. Порой на чужбине вдруг сердце запросит совсем незнакомую мамой назвать, а дома. Так часто и делаем больно поступками, взглядами, жестами мы. Потом вдалеке вспоминаем невольно о том, что прибавило ей седины. На встречу и общение руководство колонии выделило всего три часа. Это 180 минут. За это время ребятам нужно показать все, чему их здесь научили. Кто-то к празднику смастерил поделку, кто-то работал над выпуском стен газеты, а кто-то готовился к выступлению на сцене. Минуты творчества и недолгого общения, по мнению организаторов, праздника управления по делам несовершеннолетних края хорошо влияют на воспитанников колонии. Некоторые из ребят до этого никогда не слышали, что есть такой праздник – День семьи. Теперь они могут почувствовать себя нужными, что их ждут дома. А матери, наоборот, обычно уходят со слезами. Наталья Колесникова, Станислав Васильев. События и люди.